Люди его делают жестоким. А вера, она помогает во всех отношениях. То есть если... Я считаю, что любой спорт, как и любая вещь, в принципе, любой спорт, если он собственное эго развивает, если он развивает собственное эго, то это нехорошо. Если человек начинает залетать, отрываться от земли и не видеть вокруг себя ни друзей, ни близких, то это нехорошо. А если ты выступаешь за свою страну, если ты славишь ее, если ты не принимаешь на свой счет, то что в этом плохого? В этом только хорошо. Мы должны защищать честь своей страны, и спортсмены, и солдаты, и все, абсолютно все, и моряки, и доктора. Мы все должны работать на прославление нашей страны, наших людей. Федор, а где вы проходили воинскую службу, и в каких войсках? Я год служил в пожарной части в Подмосковье, и год служил в танковой дивизии под Нижним Новгородом. Так получилось. Ну, служба была очень интересная. Мне нравилось выезжать и на пожар, и в танковой дивизии было интересно. Поэтому, в принципе, везде находил возможность для занятий спортом. Ну, занимался штангой. Два вопроса, заданные от разных пользователей, почти откровенно. А какая ваша самая откровенная мечта? Человек интересуется. А второй спрашивает, что вам нужно для полного счастья? Ой, полное счастье. Я счастливый человек. Я живу с Богом в душе. Я счастливый человек. Я хожу в храм, мне больше ничего не надо. У меня семья, у меня прекрасная семья, у меня прекрасные друзья. Я благодарю Бога за все. Вопрос. Скажите, не планируете ли вы открыть школу единоборства в Украине? Такие школы открываются. Таких школ на сегодняшний день нет нигде. Федора Емельяненко. Поэтому я могу приехать, рассказать, показать, объяснить, отснять семинары, технику, отдать толчок. Но школы открывать, это надо уходить в это с головой и ездить между школами, рассказывать, показывать. Но у меня на сегодняшний день нет ни времени, ни возможности этого делать. на сегодняшний день, на сегодняшний день очень много хороших школ, у которых можно заниматься. Очень много хороших тренеров. Сейчас стала доступна техника любого бойца. Сейчас с интернетом можно скачать любой семинар, любую технику, любой бой. Это не время, когда вот, скажем, я там тренировался, когда у нас не было. Не то, что телефона у меня было не в каждой квартире. Понимаете? Не то, что компьютер. Поэтому в то время, когда... Сейчас можно, сказать, найти любую информацию интересующую. Было бы желание. Каков в общих чертах ваш недельный режим? В общих чертах? Смотря какой период. Если это период подготовки, в бою, то у меня идут двухразовые тренировки, где-то так, понедельник, вторник, двухразовые тренировки, среда, пробежка, баня. Четверг, пятница, двухразовые тренировки, субботу баня, вечером храм, воскресенье, утром храм. Иду. Как вы с таким добрым лицом можете побеждать? Вас послушать так и побеждать должны... Побеждают одни злодеи. Я не знаю, тут вот сегодня сбылась другая мечта. Дмитрий только что сказал, что сегодня официально объявили, что Mixed Fight в Украине признан официально видом спорта. Знаете, я... Да, это замечательно. Это замечательно. Я поздравляю вас, особенно Диму, конечно. Это его заслуга. Знаете, на сегодняшний день Украина идет, скажем так, гораздо быстрее и... гораздо быстрее и лучше развивается Mixed Fight именно здесь, чем в какой-либо другой стране. Я не говорю уже про Россию. То есть у нас... нам вставляют палки в колеса, как только могут. Вот... Большая заслуга Димы, то, что он добился этого и то, что он развивает здесь этот вид спорта. Я со своей стороны буду поддерживать его и помогу всем, чем смогу. На кого вы бы хотели... Вы хотели быть похожим в детстве? Возможно, на одного из героев американских боевиков? Никогда не хотел быть похожим на героев американских боевиков. И то, куда сейчас смотрят наши молодежь, это не тот неверный путь. Быть похожим надо на... Александра Невского, на Дмитрия Донского. Это великие воины, великие князья, это великие люди были. Они прославлены великих святых в нашей церкви православной. Александр Пересвет, Андрея Слябина, это великие воины. Федор Ушаков. То есть вот на кого надо быть равняться. На кого надо равняться? Которые не выдуманные кем-то там для фильмов боевиков, вот эти надуманные герои, понимаете? А это герои, которые жили и доказали своей жизнью свой героизм. Они жизнь свою положили за славу Руси. Вопрос. А вы дрались со своим братом в детстве? С братом нет. Он, кстати, на юс-пот-экспрессе сказал на шутку, конечно, что сильнее он. Кто? Саня? Да. Нет. Нет, в детстве у нас были разногласия, но я был старше на 5 лет, а это для мальчиков даже год уже чувствуется большая разница. а здесь 5 лет у нас, ну, у нас был старший брат и младший брат, поэтому нет, мы не дрались. А вы умеете петь или танцевать? Петь или танцевать? Вот в последнее время очень часто пою. Дочка у меня принес ей диски с караоке. Вот она у меня... Только я на порог захожу, она мне бежит, несет с порога, вот пой для нее. Ну, приходится петь часами. Ей это очень понравилось. Она очень любит, когда я для нее пою.